Сердце красавицы склонны к измене И к перемене, как ветер мая С нежной улыбкой у страсти клянутся Плачу смеются, нам изменяя Вечно всё шутся, вечно смеются Линкоры Италии появились в нашей игре относительно недавно И оказались по-своему яркие и интересные В том числе благодаря дымам полного хода Что для линкоров уже само по себе уникально, весьма необычно И открывает много новых тактик и возможностей И как это у нас бывает, при вводе новой ветки Появляется и соответствующий премиум корабль В данном случае им стал линкор 9 уровня Марко Поло Которого многие ждали, но он в итоге оказался Каким-то хиленьким и невзрачным, словно бы приболевшим Так, во-первых, у него нет дымов Яркой фишки итальянских линкоров Во-вторых, время перезарядки его 9 орудий 406 калибра Составляет почти 32 секунды И это уже с модулем на перезарядку Да, у него есть полубронебойные снаряды Самого крупного калибра в игре Из всех полубронебойных снарядов С хорошим уроном Но все равно для 9 орудий перезарядка 32 секунды с модулем Для линкора 9 уровня Это как-то грустновато В итоге мы видим, что Марко Поло По винрейту практически на дне Среди линкоров 9 уровня По урону тоже плоховат И что самое примечательное Прокачиваемая девятка Лепанто Лучше как по всем показателям статистики Так и по интересу от игры Так как там все-таки дымы есть Да и орудий 12 штук По итогу я не сказал бы, конечно Что Марко Поло это некий лютый кактус Скорее это просто невзрачный и неинтересный кораблик С эффективностью ниже среднего Для прокачиваемой девятки сошло бы такое Но как для према, это уже грустно И вот в игре появляется корабль Который во многом является клоном Марко Поло Только исцеленный и изрядно похорошевший И это Джузеппо Верди Который мы сейчас изучим более подробно Но сперва напомню, что корабль тестируется И все его ТТХ еще могут измениться А также, что мы сейчас проводим независимый народный опрос На тему того, хотите ли вы подводные лодки в игре или нет Уверен, что всем неравнодушным к игре людям Стоит поучаствовать в опросе Ссылка на него перед вами Итак, Верди внешний сильно напоминает Марко Поло Также у него такая же боеспособность и ПТЗ Такое же бронирование Кстати, весьма неплохое Так как палуба 55 мм И низкопосаженная, спрятанная за скосами цитадель Такая же максимальная скорость хода 33,6 с флажком Аналогичная маскировка 13,2 в полной прокачке Примерно такое же ПВО И чуть лучше время перекладки рулей А вот дальше начинаются очень интересные различия Во-первых, у Верди при таком же калибре 406 мм Скорость перезарядки 9 орудий Уже составляет 26,4 секунды с модулем Что всяко приятнее, чем 31,7 у Поло Да, у Верди уже нет полубронебойных снарядов на главном калибре Вместо них фугасы И это недостаток корабля по сравнению с Марко Поло Но все же скорость перезарядки важнее К тому же вторая яркая фишка Джузеппа в том Что полубронебойные снаряды у него все-таки есть Но на установках ПМК А мы уже знаем, по примеру Наполи Что такое ПМК на полубронебойках Как это круто К тому же у Джузеппа ПМК очень мощное Целых 24 орудия калибра 90 мм И еще 12 орудий калибра 152 мм То есть в сумме выходит 36 орудий полубронебойных ПМК С дальностью до 10,5 км Это, конечно, очень жирная вишенка на торте А чтобы Марко Поло совсем загрустил от зависти Его улучшенной версии Джузеппа Выдали еще и дымы полного хода Причем совершенно уникальные Со временем работы в два раза дольше Чем у прокачиваемых линкоров Так с флажком дымы Верди Работают 92 секунды Плюс рассеивание 15 секунд Итого 107 секунд в дымах полного хода для линкора Такие уникальные дымы Дают линкору много интересных возможностей Особенно с учетом его ураганного полубронебойного ПМК Напомню, что при стрельбе из ПМК линкор не светится в дымах То есть можно на полной скорости врываться Врубать с дымы И на такой же полной скорости раздавать с ПМК Выбирая при этом удобный момент для залпа из ГК В итоге сочетание всех этих особенностей Верди Заставляет радостно насвистывать известные мотивы старины Джузеппо В ожидании очень крутого и интересного корабля Который еще и фармить будет отлично Очень надеюсь, что корабль не понерфят до релиза Но пока это весьма ожидаемая новинка Как лично для меня, так наверняка и для многих других игроков Недоволен во всей этой ситуации может быть только один человек Марко Поло Что корабль, названный в его, великого путешественника честь Кажется бледной тенью на фоне корабля Названного в честь какого-то музыкантишки Но тут уж, как говорится, кто на что учился Буду следить за судьбой этого примечательного корабля И оперативно вас информировать Подписывайтесь, чтобы не пропустить важные сведения А также другие интересные и выходящие ежедневно обзоры Про все новости и новинки мира кораблей И не забудьте проголосовать в опросе про подводные уроки Всем удачи, крепкого здоровья И до новых встреч в эфире С вами был Суперджай Субтитры подогнал «Симон»